Гнев и обида оскверняет сердце человека. Что значит оскверненное сердце? Мы этот термин используем, люди говорят, у тебя оскверненный ум, оскверненное сердце. Много негатива это что, вот переведите на русский язык, что значит много негатива? Ничего хорошего не видит, это будет дальше. А что у него в сердце? Много мыслей, которые очень злые, нехорошие, которые отравляют ему жизнь, которые все время его накручивают, какие-то вот злые мысли. Вот это значит оскверненное сердце. И когда у человека оскверненное сердце, в этом сердце, знаете, ему сказать, надо любить, надо помогать. Он говорит, отойди, у меня тут, понимаешь, гнев, у меня тут гнев. В этом оскверненном сердце невозможно вырастить что-то еще. И однажды, нет места просто, нет места. Она полнена злобой, да. Однажды одна учительница такая, очень как-то прогрессивная учительница, она провела такой интерактив в своем классе. Она увидела, что ее ученики постоянно как-то ссорятся друг с другом, постоянно ябедничают друг на друга. Вот. И она решила такой интерактив провести. Она попросила, чтобы в класс принесли мешок с картошкой. По-моему, это не была европейская картошка. Это была нормальная картошка, природная. Природная картошка, ну, прям с грязью видно, что выкопали ее, а не выросла на воздухе. Вот. И она говорит, дорогие мои ученики, вот сейчас возьмите каждый по картошке и можете на этой картошке написать имя того, на кого вы гневаетесь, на кого вы как-то обижены, да. Спросили, а можно два имя написать? Он говорит, можно три. Она говорит, можно троих. Они стали писать с энтузиазмом, там, как-то ручкой выскребали, это все. А что дальше? А дальше складывайте эту картошку вот в этот мешок. Я почему объяснил, что это не европейский, потому что европейская тоже, она же не гниет. Это было нормально. Гниет, да, через месяц, да? Раньше, через три недели. И вот, значит, они поставили эти картошку, эту картошку поставили, мешок с картошкой возле доски. И через пару дней зловоние стало разноситься из этого мешка, она стала гнить, и вот все вот это вот. И студенты, эти ученики стали, знаете, так вот вертеть носом, говорит, а можно убрать эту вону? Говорит, нет, мои дорогие, пусть она стоит и воняет здесь, чтобы вы чувствовали, что происходит в вашем сердце. И вот эта вот вещь, она не только как бы в сердце у нас, она же, эта же воня начинает исходить из нас. Помните, как я сказал, что мы нехорошими людьми становимся? И вот эта вот воня начинает создавать вокруг нас определенную атмосферу. Знаете, приходишь, куда-то там воняет. Ну вот здесь вот утром, когда еще дворники не убрали на побережье, да, идешь и чувствуешь, воняет. И вот эта атмосфера вони, она вдохновляет тех, кто попадает в эту атмосферу, вести себя соответствующим образом. Вы замечали, что атмосфера на нас влияет? Так вот мы можем создавать эту атмосферу вокруг нас, а потом удивляемся, чьи люди мощат нос в нашем присутствии. Потому что там гнилая картошка. И если уж там дальше в эзотерику погружаться, на самом деле природа, она отвечает взаимностью на настроение людей. И целые там катаклизмы, что-то вот с природой происходит только потому, что это менталитет людей. Вспомнил притчу. Нормально, что историю рассказывают, да? У нас же вечер, надо историю рассказать. И значит, один человек, его послали, знаете, как-то он подошел к своему наставнику духовному, но не в тот момент, когда нужно. Что-то он попросил у него, а тот говорит, знаешь, сходи-ка ты в ад. Он подумал, ну наставление, надо сходить, что же, говорят старше, надо сходить. Он, значит, отправился в ад, ну не знаю, как это он, спустился туда, вот в эти адские места, в Пуранах. И историю рассказывает. Вот. И там тепло так стало, тепло-тепло, вообще огонь там, крики, ужас вообще. Но так как он туда на экскурсию, а не как, ну, не как пациент. То его там никто не трогал, и он так спросил, а его послали туда за огнем. Там, я вспомнил, это чит-то был, чит-то ракет, нет, чеки. Забыл имя этого мальчика. Вот. Его послали туда за огнем. Он говорит, нужен огонь. Где я возьму огонь? Огонь. Да ты сходи. Говорит, в ад там огонь есть. Он пошел в ад за огнем. И он, значит, у служителей этого ада спрашивает, а где вы берете столько огня? Мы нигде не берем. Каждый приходит со своим огнем. Люди туда уже приходят с огнем. Они жарятся в своем огне. Такой момент. Поэтому вот это вот огонь, который горит, эти дурные мысли, этот гнев, эта злоба, она сжигает как самого человека, отверняет сердце этого человека, эта вонь распространяется вокруг него. Он сам об этом говорит и вдохновляет других, настраивает их на это настроение. Что-то я, не знаю, вспомнил еще один пример. Слышали про эксперимент Вселенная 25? Можете себе записать, посмотрите ради интереса в интернете. Вселенная 25. И там, к примеру, один психолог, не психолог, как это, он, ну, ему было интересно, что будет с человечеством, когда его будет слишком много. И он проводил эксперименты с крысами. Он помещал в их, этих крыс помещал в идеальные для крыс условия, это был рай. И посмотрел, что с ними будет. Помните, да, такое? Пример, да. В интернете можете посмотреть, там все это четко написано, почему называется Вселенная 25, потому что он 25 раз проводил этот эксперимент с одинаковым результатом. И там был момент такой, ну, то есть крысы, так как они никогда не живут, ну, в природных условиях не живут в раю, поэтому там природа регулирует их численность, их устройство, они там выживают просто. Ну, и с ним, так как искусственно создали рай, а они остались крысами, а не людьми, то они не смогли жить в раю, то есть они вымирали там. И там описываются этапы, как они деградировали. И они отказывались от каких-то своих базовых инстинктов, они переставали размножаться, у них там были вспышки агрессии, там еда была доступна, но они просто убивали друг друга просто ради прикола. И было неправильное социальное деление, у них были эти даже… Да, социальные эти. А потомства и вымирали, вымирали. То есть я к тому, что вот эта вот незащищенность, гнев, который возникал, он потом проявлялся на тех, кто рядом с ними находится. Вот этот эпизод просто вспомнился, а этот эксперимент подробно вам уже рассказывали. Спасибо.